здравствуйте дорогие друзья приветствую всех на своем youtube канале продолжаю делиться своим опытом показывать разные эксперименты с нашими рыбками в нашей аквариумистике так вот эта баночка здесь у нас стояла губка на механическом фильтре вот такая вот крупнопористая губка ее я убрал потому что рыба как-то стала себя неадекватно вести дело в том что она очень сильно боялась она хоть по крайней мере более-менее рассредоточилась дело в том что с крупнопористая губка и вот такого типа она не работает для того чтобы в не целялась биология значит в чем плюс этой губки она очень хорошо собирает улиток но большой минус когда губка забивается улитками мы поднимаем вытаскиваем из аквариума и так как она крупнопористая хорошо продувается весь мусор скопившийся в ней и улитки обратно выливается весь в аквариум как таковой биологии в ней не задерживается поэтому я поставил губку средней пористости у меня стоит еще мелкопористая губка на более слабую механику таким образом у меня усилилась прокачка сам по вот как горлит хорошо и на выходе вот хорошо все сцеживается хорошее течение создается дополнительно аэрация а с крупнопористая губка которая забилась у меня улитками здесь воды было на дне соответственно фильтрация была слабая самп у нас не работал и такой фильтрации предварительной чистки тоже не было поэтому вывод какой на самп на вход нужно ставить губки мелкопористые и среднепористые также со временем как узнать когда нужно стирать губку если нормальная адекватная губка то ее сжимает сильно допустим вот так вот сжимает либо вот так вот но когда у нее проходимость большая на крупнопористая то ее никак не сжимает и мы не знаем грязно на ли чистое поэтому вот поменял губку акулова вода банки стала много чище далее что еще и сделал в банках здесь было много вот таких вот улиточек скапливаются милане которые нет нет перерабатывают фекалии наших дискуссов но ими очень любят лакомиться наши производители сомик стариусома панамска который просто уничтожает поэтому здесь было большое количество я просифонил и выкинул в унитаз чтобы можно было здесь проще сифонить вот такие вот какашки иначе если засифонить панцирь от улиток от милане и это забьет нам нашу канализацию и на входе на выходе придется опять разбирать чистить это очень проблемное мероприятие мазочника центрального тоже я убрал улиточек касательно разведения данюшек полоса оживлено нерест пока они не от нерестились есть у нас данюшка желтая самка розовый самец здесь пытаемся сделать коллективный нерест высадили немножко красного неона пока развести не получается в нижних баночках я высадил вчера парочки тернеций своих сейчас нужно нерестить тернеций чтобы у них пузо не слишком большое было если очень большое пузо и брюшко у самочек значит они закистившиеся булоки и надо ссаживать чтобы они не погибли поэтому саживать на нересте думаю нужно самочек только тех которые умеренно пузатые кстати я приехал с работы а здесь похоже икра от нерестилась парочка либо еще нерестится лимонный самец и зеленая самочка икры принципе есть чуть-чуть пока я не знаю аэрацию мы наверное мы усилим сейчас и добавим метиленовый синий соседние баночки вроде бы как есть чутка икры ежевичный самец синяя самка здесь сегодня от нерестилась парочка зеленая самка и лимонный самец могу ошибаться но цвета точно были зеленые вот тут неплохое количество икры самец молодой выбил всю икру из самочки поэтому вот я сделал метилиночку и сделал аэрацию метиленовый синий я использую от нилпа раньше использовали медицинские из аптеки проводил небольшой эксперимент посмотреть появится ли личинка в жесткой банке но параметры очень высокие здесь паш 8 и 5 и с 650 600 500 поэтому при таких параметрах тут ничего конечно не получилось икра вся побелела поэтому можно смело убирать решетку все-таки нерестить нужно исключительно в мягкой воде в жесткой ничего не получится верхние баночки у наших леопардовых змеиных кож снэйков разных в общем почистил я им лицевую часть аквариума от налета шкребком но более-менее почистил это очень сильно очищается в принципе и надо главное чтобы лицевая часть и заказал хорошую яркую лампу у них была красная ультрафиолетовая лампа они были немножко в шоке стрессовали метались очень сильно боялись сейчас они меньше боятся но все равно боятся а так вот там парочка опять видимо готовится к невесту леопард самец и леопардовая змеиная кожа не очень shame да нашла вот этот вкладэйerton это имеет плюс если всем времени то вexpliquали на каналеρο обучили лицевое сам Kushner вот шоке есть и с леопардом вот этим вот но к сожалению нереста веков не было тем временем накосу и самочковakin нерест �емене代 por anno и сал就是說 только интересно с кем, с кем она отнерестилась, с леопардом, с золотой змеёй альбина или с белой бабочкой, потому что мёдочка хорошая, нерестовик один есть, буду наблюдать с кем она отнерестилась, понаблюдал некоторое время за парочкой, на ком он становится, ухаживает за икрой самец, альбина снейк скин, голд, поэтому его и самочку вместе с субстратом будем переносить нерестовик. Итак, высадил я парочку, здесь у меня есть нерестовик с настроенными параметрами, а здесь вода какого-то молочного цвета, мутного, то ли мало биологии, то ли мало стоялось, непонятно, но я не стал что рисковать, чтобы не обжечь плавники нашим производителям. Вот этот нерестовик, здесь не такие конечно же идеальные параметры, но зато здесь более прозрачная, более чистая вода, хороший объём, хорошая фильтрация, перед тем как посадить сюда внёс немножко кислоты, чуть-чуть поднять параметры воды, ну а так мёдку, чтобы они не сели от стресса конечно же, обязательно закрываем металлической сеткой, производители будут адаптироваться, сейчас мы их закроем занавеской, если будет личинка, она должна быть, будем потихоньку повышать уровень воды, добавлять сюда по 5 литров, возможно будем добавлять по 5 литров космоса, чтобы у нас наполнялась наша био-ячейка внутренняя, и потом будем её соответственно запускать, но также возможно мы не будем её запускать, потому что когда будет расплыв малька, нам нужно больше, чтобы кого сюда не засосало, чтобы он на конусе, только тогда, когда уже он будет плотненько сидеть на родителях, ну либо хотя бы увеличиваться в размерах, тогда уже будем запускать био-ячейку и переводить рыбку на жёсткую воду, ну вот, пожалуйста, самочка сразу же стала на конус, сейчас, чтобы она ещё лучше стояла, на конус, отодвинем вот так вот, в бок, как было в общей банке, и они сразу будут лучше ухаживать, а то обычно такое бывает, что во время пересадки, во время пересадки, рыба испытывает стресс и забывает то положение, в котором находилась икра, вот допустим, если они отнерестились, у них латка была сбоку, а мы ставим на себя, либо вправо, они на икру не становятся, но как только делаешь то положение, в котором они ухаживали за икрой, они сразу же находят икру и сразу же, практически моментально, не становятся, ну либо иногда приходится поворачивать, и практически в морду ткнуть, это икру, чтобы они на неё ставили, ну вот, самочка увидела свою палочку, потихоньку становится, самец тот, если бы самец был не тот, они бы дрались, ну ладно, посмотрим, что у нас будет через трое суток, а вот ещё одни кандидаты на пересадку в мире стоит, самочка делает пробные заходы, самец пока стоит рядом, посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова